Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа Я в Бийске. Учебный год стартовал в том числе и для меня. Начались пары в институте, а теперь еще и на работе. И первое мое занятие пройдет в полиции. Что же такое добровольная дактилоскопическая регистрация и для чего она нужна? Ну что, вперед за мной, за знаниями! Дактилоскопическая регистрация В нашем отделе человек может пройти дактилоскопическую регистрацию. Для этого ему необходимо обратиться к нам. То есть он посещает наше ведомство, подходит к аппарату электронной очереди, берет талон, его вызывает в кабинет номер 7 и он получает данную услугу. Для того, чтобы пройти данную услугу, необходимо человеку иметь паспорт. Если это ребенок, то свидетельство о рождении. Для детей до 18 лет обязательно присутствие законного представителя родителя. Хорошо. А с какого возраста тогда можно начать, если до 18 лет с родителями? Дактилоскопическая регистрация в отношении детей делается с 6-летнего возраста. Ничего себе! Скажите, пожалуйста, а для чего вообще нужно проходить эту процедуру? Обязательно это или не обязательно? Ну, дактилоскопическая регистрация вообще может быть как обязательной, так и добровольной. Обязательная дактилоскопическая регистрация делается в отношении людей, которые являются сотрудниками структур, такими как МЧС, пожарные, сотрудники полиции. А добровольная, она делается по желанию гражданина, то есть без его согласия ее сделать невозможно, это будет нарушение его прав. А делается для того, чтобы занести данные о человеке в базу данных. Преимущества у данной услуги есть, то есть, во-первых, этот человек, например, если заболеет, потеряет сознание, его можно будет в больнице идентифицировать. Также престарелые люди или психически нездоровые люди могут потеряться, их могут найти без документов, если они опознать их личность, найти родственников. Если человек, например, находится за границей, потерял свой заграничный паспорт, это также преимущество в том, что его отпечатки пальцев в базе данных есть и могут его быстрее установить личность и быстрее документировать для того, чтобы он вернулся на родину. Юрий Анатольевич, а расскажите, как быстро проводится эта процедура? Ну, в настоящее время это проводится быстро, потому что мы получили оборудование, позволяющее снимать отпечатки пальцев бескрасковым методом с помощью электронным способом. И поэтому данная процедура занимает не более 15 минут. Результатом ее получения является получение гражданином справки о том, что он прошел регистрацию. Данная услуга является бесплатной. Скажите, а у меня сегодня есть возможность пройти эту процедуру? Да, конечно, давайте пройдем. Сначала мы возьмем талон, потом пройдем и окажем вам услугу. Пойдемте. Чтобы получить талон, нужно нажать «Получить талон», выбрать услугу. В данном случае мы выбираем получение добровольной дактивоскопической регистрации. Выбираем время настоящее. И получаем талон. После этого вас приглашают в кабинет для получения услуги. Вот у меня есть талон, и теперь я могу сдать отпечатки пальцев. Так, мы на месте. Юрий Анатольевич, ну что меня ждет сейчас? Расскажите вкратце. Сейчас мы будем снимать у вас отпечатки пальцев. Для этого будем использовать аппаратуру. То есть нужны будут ваши руки и паспорт. Данный прибор называется «Призма». На экране нарисовано, каким образом необходимо вам располагать руки, и что сейчас в данный момент будет делаться. Сейчас нарисована левая рука, нужно ее освободить. Кольца нужно снимать? Да, кольца нужно снять обязательно все. То есть на экране нарисовано, каким образом на данной призме нужно расположить вашу руку. Кладем руку и прижимаем, и ждем, пока на экране отобразится рисунок вашей руки. Руку убираем. Теперь необходим большой левый палец. Его нужно будет прижать в эту часть экрана, как нарисовано. Прижимаем, держим и ждем, когда появится отпечаток. Появился отпечаток. Убираем руку. Ждем следующую инструкцию. Палец большой правой руки. Прижимаем, держим, ждем рисунок. Убираем. Далее необходимо пальцы вашей правой руки. Кладем на призму, прижимаем, ждем рисунок. Убираем. Далее необходимо ладонь левой руки поместить в центр данного аппарата. Прижимаем, держим. То есть все, мы сняли все отпечатки. Что уже ждет дальше нас? Сейчас компьютер покажет вашу дактилоскопическую карту. Вот таким образом она выглядит. То есть здесь ваши персональные данные и ниже отпечатки ваших пальцев. Она двухсторонняя, с обратной стороны вашей ладони. Именно в таком виде данная дактилоскопическая карта направляется в наш информационный центр главного управления по Алтайскому краю и заливается в общую российскую базу, которая называется Адис Папилон. Ее используют как криминалистические наши органы, уголовный розыск. Итак, для того, чтобы пройти дактилоскопию, я потратила всего лишь 15 минут. Но зато теперь я могу потерять свой заграничный паспорт и с легкостью его восстановить. Итак, первый урок окончен, а сейчас перемена. Ну а мы едем дальше. Мы отправляемся на второе занятие. Нас ждут сотрудники уголовного розыска. И сейчас они нам расскажут, как же им в работе пригождается база данных с нашими отпечатками. Мы на месте. И сейчас со мной рядом Горин Иван Алексеевич. Это старший опероуполномоченный отдела уголовного розыска бийской полиции. Иван Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем непосредственно занимаетесь на службе? Ну, у нас в отделе уголовного розыска есть несколько направлений. Это и раскрытие краж, резонансным преступлением, раскрытие преступлений против личности человека. Непосредственно наше отделение занимается восстановлением лиц, безвести пропавших и неизвестных больных, обнаруженных территорией города Бийска. А как вам на деле в работе помогает база данных с отпечатками пальцев? Я объясню на примере. Недавно был случай, когда в ЦГБ города Бийска был доставлен неизвестный больной мужчина. О себе он сообщить не мог. Мы, естественно, тоже не могли его установить личность и сообщить родственникам, где он находится. Вынуждены были приехать на место, взять отпечатки пальцев у него. И уже проверив по базе данных, мы установили личность его, сообщили родственникам о месохождении гражданина. Потому что отпечатки пальцев восстанавливают нам популярные узоры, которые являются уникальными для каждого гражданина. И они нам помогают в работе не как в раскрытии краж, но и в основной личности неизвестных людей. Хорошо, скажите, а кто имеет доступ к базе данных? Вообще, где они находятся? Ну, кроме сотрудников, в базе данных допуска нет ни у кого. Большие помощники – это эксперты ЭКЦ, МЭУ Бийска, ЭКЦ ГУ по Алтайскому краю. Только они имеют доступ и только они нам помогают в работе, непосредственно в нашей работе. Иван Алексеевич, а скажите, а насколько в целом важна дактилоскопическая регистрация? Бытует мнение, что дактилоскопический учет нужен только для того, чтобы установить лиц, причастных к преступлению. Но это далеко не так. Дактилоскопический учет, он важен и для граждан. Потому что бывают всякие ситуации, человек попал в ДТП, куда-то в беду, какой-то несчастный случай произошел. Это позволяет оперативно установить личность человека и сообщить его близким родственникам. А на сегодня наши занятия окончены. И коротко о главном. Что же я сегодня узнала? Что таких отпечатков, как у меня, нет ни у кого на этом свете. Все мы с вами индивидуальны. Я сегодня прошла процедуру дактилоскопии. И теперь могу быть уверена, что в любой экстренной ситуации мои отпечатки пальцев помогут сотрудникам полиции. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения на видеохостинге YouTube. В группах «Бийск. Мой город» в социальных сетях. А также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.